К сожалению, самым неприятным событием стала пандемия COVID-19. И, пожалуй, это тот фактор, который определил не только движение рынков или изменение в экономике, но, в принципе, изменил жизнь человечества. Поэтому, безусловно, это самый главный фактор этого и главное событие уходящего года. А если посмотреть в год в будущий, то, наверное, преодоление этой проблемы станет самым главным и самым приятным фактором 2021 года. А что касается финансовых рынков? Если брать финансовые рынки, то, конечно, последствия COVID-19, а точнее, не последствия, а реакция на это событие со стороны как монетарных, так и фискальных властей по всему миру, стало большим откровением. Потому что то, что творилось в уходящем году, стало, конечно, абсолютно беспрецедентной ситуацией. И здесь еще есть такая очень интересная особенность, что вот этот кризис, который сейчас у нас еще, к сожалению, не прошел, это кризис экономический. В отличие от предыдущих кризисов, которые мы переживали, которые были кризисами финансов. Если вы обратили внимание, то регуляторы по всему миру, неважно, большая страна, маленькая страна, развитая экономика, развивающаяся, делали одно и то же. Они снижали процентные ставки. То есть, если мы посмотрим на историю российских кризисов, которые чрезвычайно богаты, наиболее стандартная реакция регулятора всегда была повышать процентные ставки. И сейчас мы увидели диаметрально противоположную ситуацию. И это, конечно, стало не то, что большим удивлением, но это то, что стало, скажем так, такой специфической особенностью текущего кризиса. Хороший вопрос. У нас сейчас немного ускоряется инфляция. Конечно, это, я думаю, в определенной степени скорректирует план нашего регулятора. Но, тем не менее, я думаю, что определенное пространство для снижения процентной ставки есть. Конечно, мы вряд ли можем говорить о масштабах, которые мы наблюдали в этом году. Но от 25 до 50 байсных пунктов это то, что можно увидеть от центрального банка в следующем году. То есть, я думаю, что пространство для снижения ставки еще существует. А как вы считаете, в 2021 году стоит ли ожидать повышения ставок основными центробанками мира и уменьшения объема долгов с отрицательными ставками? Отвечая на первый вопрос, однозначно нет. Потому что все-таки на преодоление экономического кризиса потребуется чуть больше времени. Понятное дело, что следующий год это год экономического роста, восстановительного роста. Но не факт, что вот этого всплеска экономики будет достаточно, чтобы выйти на какую-то более устойчивую траекторию. Поэтому, скорее всего, регуляторы постараются сохранить максимально мягкие условия и говорить о повышении процентных ставках на развитых рынках в 2021 году, скорее, преждевременно. Если же говорить о бумагах с отрицательной доходностью, то здесь как раз другая ситуация. Потому что все-таки, скажем так, инвесторы успокаиваются. Жадность берет верх над страхом. Инвестировать в бумаги с отрицательной доходностью неинтересно вообще. Поэтому мы, скорее всего, увидим повышение аппетита к риску. И переток средств инвесторов из безрисковых инструментов или инструментов с низким уровнем риска в более рискованные инструменты. И поэтому вот тот объем бумаг с отрицательной доходностью, который в этом году установил очередной рекорд, более 17 триллионов, скорее всего, будет снижаться. Александр, известно, что вы совместно с Евгением Гавриленковым развиваете тему независимого ресерча. Насколько независимый ресерч востребованный, инвесторы готовы за него платить? Да, действительно, мы с Евгением Гавриленковым развиваем проект, который посвящен российской макроэкономике и облигационному рынку. Он называется GKM Аналитика. Мы делаем наш продукт преимущественно для иностранных инвесторов. И надо сказать, что с их стороны проявляется очень хороший платежеспособный спрос. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, дела у этого проекта идут прекрасно. Что касается вообще вопроса о распространении платной аналитики, то, как вы знаете, что в Европе действуют директивы ММИФИД-2, поэтому на этой территории плата за ресерч стала каким-то уже стандартным явлением, общепринятым. В России, к сожалению, мы пока от этого момента еще далеки. Платежеспособный спрос, я бы сказал, что он только формируется. И, скажем так, культура покупки ресерч среди наших инвесторов пока не очень развита. Спасибо вам большое. Мы вам желаем удачи в 2021 году. Спасибо большое. Вам того же. Спасибо. 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 Спасибо.